Я буду читать два стиха из 2-го послания Тимофею из 3-й главы, 16 и 17-й. Все Писание боговдухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Вот, братья, здесь она в форме пожелания, как бы, 17-й стих. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Братья, это относится к нам или не к нам? Или это к служителям только? Ко всем, да? Я тоже так понимаю, что это относится к всем. Апостол Павел в данном случае пишет, но так как это помещено в Слово Божие, так Бог усмотрел. Значит, это желание Бога, Господа нашего, Иисуса Христа, главы Церкви, чтобы все мы были в таком состоянии. «Да будет совершен Божий человек». Но тут мы не имеем в виду абсолютное совершенство, чтобы мы могли сказать, что у нас уже никогда никакого греха не случается, не об этом речь. А здесь именно совершенство, как то состояние, к которому мы должны стремиться, и чтобы, как апостол Павел говорит, «хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь». То есть быть в таком состоянии, чтобы ничего не знать за собою отрицательного, а если оно есть, то надо его убирать, исправлять, исповедоваться, бороться с этим. «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Уже сейчас ряды поредели, ну, так видно, что некоторым уже или уходить надо. Конечно, оно, братья, и вы уже ждёте, когда ж кончится, ну, и оно и на то, чтобы проповедовать, тоже сказывается. Сказывается, что хочется, ну, основное сказать. Вот «ко всякому доброму делу приготовлен». Если это относится к нам, и мы действительно в таком состоянии, то сколько можно добра сделать в Америке, если все мы будем ревновать об этом и делать это? Ну, доброе дело, я думаю, что здесь больше имеется в виду в духовном смысле, именно в духовной области делать добрые дела, то есть совершать дело благовестия, строительства Церкви Господней, совершения святых и весь тот труд, который необходимо делать в Церкви. Я почему так думаю? Потому что вот перед этим стих, он именно на это указывает, не на то, чтобы там, ну, старушке наколоть дрова или как это сказать, и это хорошо и нужно, но здесь имеется в виду именно духовные добрые дела. Все Писание Боговдухновенно и полезно для научения, чтобы вот это, чтобы прийти к тому совершенству, к тому состоянию, приготовленные к добрым делам, к проповеди, к труде в Церкви, то приготовленный – это не то, что такой он родился, а его готовили и достигли определенных результатов, теперь он готов. А как нам приходить к этому? И как помогать другим подходить к этому? Вот это здесь в 16 стихе говорится для научения. Научить нас, научить всех христиан, как мы должны поступать, научить иметь также познание, правильное познание Слова Божьего, чтобы этим заниматься, в этом углубляться. Это ведет вот именно к такому состоянию, в каком хочет видеть нас Господь. Он дал нам Боговдухновенное Слово. Оно достаточно для того, чтобы именно готовиться, или вот чтобы происходил вот этот процесс приготовления ко всякому доброму делу. Потом для обличения. Ну, в процессе приготовления будет обнаруживаться, что не все так, как должно быть. Может быть, где-то допускаются какие-то и погрешности. Тогда обличать. Слово Божие дано для этого, чтобы вот такие недостатки обличались основательно, то есть, имели, вот это обличение имело твердое основание – обличать. Для этого дано Слово Божие. И потом дальше – для исправления. Цель – обличение. Не просто, чтобы кого-то укорить, вот смотри, что у тебя делается, каков ты не приготовленный еще, а для исправления. Оно – обличение, чтобы то, что обличается, чтобы оно было удалено, и там, где есть поражение, чтобы вот это было исправлено, было все поставлено на место. Для исправления дано Слово Божие. Для наставления в праведности. Слово Божие, оно всегда обращает внимание и на удаление неугодного Богу, и на насаждение того, что Богу угодно, что необходимо нам иметь. Вот это как раз для наставления в праведности. То есть, Слово Божие не только указывает нам на то, что у нас недоброе, что надо удалить, чтобы быть нам к добрым делам приготовленным, но и открывает, а что же должно быть в нашей жизни, как мы должны поступать, как строить нам жизнь свою. Для наставления в праведности. То есть, поступать правильно, по правде. Праведность – это вот одно понятие вот такое. Для наставления в праведности. И вот, идя вот этим путем, мы приходим к такому состоянию. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. И вот мы приготовлены. А что дальше? А вот дальше апостол Павел наставляет Тимофея. Это, правда, уже в 4 главе, но мы знаем, что оно писалось сплошным текстом. И здесь говорит, «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствия Его. И потом, проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай». То есть, теперь приготовлен Божий человек на всякое доброе дело, но в самом приготовлении-то не сама цель – приготовить, а уже теперь действуй, теперь приступай, теперь даже вот так сильно заклинаю. Хотя в русском языке оно вроде бы у нас, или это только у нас чувство такое, как будто связано с каким-то волшебством заклинать. Но оно подлинно объясняется, вот это слово, что это торжественное такое заверение или свидетельство, увещание такое. «Заклинаю тебя пред Богом, теперь действуй, Он будет судить, выполнили мы или не выполнили мы то, для чего Он нас приготовил, то доброе дело, которое надо было нам делать, на которое Он нас готовил, вот это Он будет определять, действительно мы это сделали или нет». Поэтому, братья, это радостная такая возможность, открывает нам Слово Божие, быть приготовленными на всякое доброе дело и теперь приступать к этому и исполнять это в нашем служении. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся.